Добрый вечер. Это вечер на седьмом. И сейчас у нас пройдут дебаты кандидатов в народные депутаты. Я Вячеслав Касима. В гостях у нас Виктор Нинаумчак и Ольга Монохина. Оба кандидаты в народные депутаты по 135 округу. Это Приморский район Одессы. Виктор Нинаумчак представляет в данном случае партию Блок Петра Порошенко, а Ольга Монохина политическую партию в соукраинское объединение Батькивщина. Для начала первый вопрос к Виктору Анатольевичу. Было такое знаменитое обращение городского совета. Вы были депутатом Одесского городского совета 2 декабря, когда депутаты горсовета обратились к Виктору Януковичу в связи с событиями в Киеве на Майдане. Вот у меня здесь, кстати, есть текст этого решения. И просили не допустить конституционного переворота и так далее и тому подобное. Но это однотипное обращение. Они тогда принимали всеми городскими областными советами в Казифке из Киева. Вы голосовали за это обращение? Добрый вечер. Еще раз, если на седьмом канале уже мы один раз обсуждали эту тему, когда в студии был господин Селянин, конечно же, я и тогда подтверждал, что да, действительно, он голосовал. Единственное, что может быть те телезрители, которые не были у телеэкранов в тот вечер... Объясните, почему вы тогда за него голосовали? Было предложено три варианта обращения. Первое обращение было наиболее жесткое, это введение чрезвычайного положения в стране. Понятное дело, что многие депутаты воспротивились, сказали, что ни при каких условиях они голосовать за это не будут. И просто даже не придут в городской совет. Второе обращение было помягче, с введением чрезвычайных ситуаций в отдельно взятых регионах. Тоже наотрез большинство депутатов отказалось. И понятно, что нужен был компромисс. Давило и областное руководство. Звонили из Киева, выходили на городское руководство. И просили в любом случае, что нужно обратиться к гаранту, так называемой, конституции, с призывом положить этому конец. Вы хотите сказать, что вы проголосовали за меньшее зло? На самом деле, если мы посмотрим, какие формулировки в третьем варианте будут, конечно же, там ничего не говорилось о наведении силой. То есть была просьба придерживаться закона ко всем сторонам конфликта. То есть людей, которые вышли защищать конституционные свободы, не применять насилие против правоохранителей, правоохранители воздерживаются от насилия относительно людей. Вы жалеете, что тогда проголосовали? Вы знаете, понятное дело, что можно было бы, наверное, проявить еще более твердость и не пойти. Но я даже не знаю, было бы это лучше или хуже, потому что то обращение, которое нами было принято, оно, в принципе, может быть, даже кого-то в Киеве отрезвило, потому что поняли, что не прошел самый жесткий вариант. Наверняка была обратная связь и докладывали, что не могут собрать кворум. И я думаю, это позволило одуматься лихим головам просто и не принимать более жесткие меры на такой момент. Ну, я понял. В общем, вы решили проголосовать за меньшее зло. Ольга Валентиновна, у меня к вам вот какой вопрос. Ваша избирательная кампания, она висит по всему городу, по Приморскому району, по крайней мере, пришла под лозунгом «Жить, ждать нельзя действовать». То есть вы предлагаете избирателю непонятно что, потому что запятую он должен расставить сам. Скажите, где там нужно ставить запятую? Вы что лично выбираете? И почему вы предлагаете избирателю неопределенность такую? Ну, вот вы избиратель, где бы вы лично поставили запятую? Вы определились? Конечно, определился, но не скажу. Не скажете? Вот я так предложила избирателям принять на себя ответственность. Не надо за людей решать. Вы знаете, что сейчас сколько людей, по-моему, столько мнений. Подождите, вы баллотируетесь в высший законодательный орган страны. Вы обязаны будете там принимать решение в первую очередь? Принимать решение. Для меня, у меня есть агитационная продукция, где лично для меня ждать нельзя, запятая, действовать. И я это везде пишу, что лично для меня вот так. Если люди считают, что нужно подождать, вот эти люди, это те, кто сегодня абсолютно, они должны понимать, что через год, через полгода, через два месяца винить надо будет только себя. Те, кто примут позицию подождать и проголосуют за того депутата, который уже много лет баллотируется, и мы по-прежнему опять будем чего-нибудь ждать, какого-то волшебства свыше. Это только их решение, и это только их вот такой вот провальный принцип. А вам не кажется странным все-таки, что вы избирателю предлагаете неопределенность в своем главном лозу? Я предлагаю, вы знаете, давить на людей. Очень много бед, смолчаливого согласия людей происходит у нас. Очень много бед. И вот напротив меня сидит человек, который, наверное, где-то смолчаливого согласия и его происходили какие-то вещи. Чем больше сейчас решительных действий, тем будет лучше. И пусть люди сейчас понимают, не потому иду, что кто-то сказал, что есть уже рейтинг, социология какая-то мнимая, не потому буду голосовать, что тот все равно не пройдет, ну да, он хороший, ну зачем, а потому что есть четкая позиция у каждого избирателя. Сегодня отсидеться в кустах – это уже не те времена. Ну, может быть. Я вас понял. У меня есть вопрос к вам обоим. Вы баллотируетесь по Приморскому району, 135-й округ. У вас там есть еще один очень сильный конкурент – это Сергей Васильевич Кивалов. И вот сегодня моя коллега Валерия Ивашкина, журналист, она написала отличный пост на Фейсбуке, она проанализировала состав избирательной комиссии по 135-му округу и обнаружила в нем 10 человек, которые являются либо сотрудниками юридической академии, либо работают в Международном гуманитарном университете. В общем, так или иначе, их можно считать людьми, связанными с Киваловым. Скажите, пожалуйста, вы проводили кампанию на этом округе, вели какую-то работу. Как вы вообще это допустили? Вы пытались обжаловать состав этой избирательной комиссии? Или вы правда думаете, что люди, которые фактически по жизни завязаны на одного из кандидатов и зависят от него, не будут принимать этого внимания при формировании своего решения? Вы что-то с этим пытались сделать или просто сидели и молча наблюдали, как набивали комиссию нужными людьми? Давайте вы первые. По закону о выборах кандидат в депутаты имеет право представить своих людей в дельничной выборочной комиссии, то есть участковую, и то это посредством жеребьевки. Понятное дело, те кандидаты, которые зарегистрировали себе технических кандидатов, а такие, судя по всему, есть в наличии на нашем округе и в немалом количестве, поэтому у нас 47 человек, у них было преимущество при формировании участковых избирательных комиссий. И я боюсь, что в участковых избирательных комиссиях сейчас некоторые кандидаты имеют по 8, а то и по 9 человек. Противостоять этому как-то законный способ невозможно, потому что мы не сможем доказать, что тот или иной человек является техническим кандидатом и выдвинул свою кандидатуру. Подождите, можно попытаться обжаловать состав избиркома. Извините, я осматриваю, здесь очевидный конфликт интересов. Если человек, большинство членов избирательной комиссии являются напрямую зависимыми от одного из кандидатов. Вы имеете в виду окружную комиссию? Да, окружную. Но окружные комиссии, они формируются через партии. То есть каждая партия предоставляет туда список своих кандидатов. Вы пытались хотя бы что-то с этим сделать? Честно говоря, нет, потому что мне кажется, что это бессмысленно. Ольга Валентиновна, я знаю, что хочу вам сказать. В этой ситуации просто вы понимаете, что суды подчинены кому, и поэтому я не вижу перспектив. Ну и что? Это что? Складываем лапки, спускаемся на дно? Нет, мы просто можем контролировать ситуацию. Вы выборы выигрывать собираетесь? Конечно. Мы можем контролировать ситуацию, кроме тех людей, которые есть, допустим, 9 человек. Есть еще 9 человек, которые не принадлежат какому-то кандидату. Правильно? Суммарно мы имеем этих людей. Поэтому я думаю, что мы должны контролировать как-то... Ольга Валентиновна, вы пытались это обжаловать? Что-то под этим сделать? Я видела, что пыталась Верховная Рада провести закон об изменении в выборах. И большинством голосов за счет партии регионов все оставили на своих местах, потому что именно таким образом, ведь они знают законы лучше многих остальных, именно этот закон позволил мажоритарщикам делать вот эти подставные кандидатуры, которые за собой оставляют право в счетной комиссии участвовать. Конечно, все знают, о чем речь. И если ЦВК на это не отреагировало, то уж вы понимаете, мне как кандидату в депутаты... Я задаю вопрос не о ЦВК, я задаю вопрос вам. А я говорю, ответьте, в какой спешке делаются эти выборы. Отвести сейчас свою энергию на то, чтобы совершенно в этом вопросе, согласно с оппонентом своим, на суды, которые все абсолютно подчинены главному фальсификатору, который ввел такую массу технических кандидатов, это значит просто вообще не участвовать в выборах. Я хочу обратиться к тем сейчас, кто сидит в этой счетной комиссии и будет делать то, о чем они договорились. Люстрация их не минет никогда. Если они думают, что те люди, которые стояли на Майдане и свергли такую сверхсилу коррупционную, как семья Януковича... Вы лично стояли на Майдане? Я не стояла на Майдане. Я возле телевизора держала кулаки, скажу вам честно, и как гражданин свою позицию озвучил, но на Майдане я не стояла. Но на этом не остановятся. Не для того люди пролили кровь, чтобы сегодня сидели за 2-3 тысячи, которые, я не знаю, сколько там им будет оплачено за их фальсификацию. Этих людей не... Пусть они сейчас опомнятся. Если они будут делать то, что они привыкли делать, по 5-4 созывов подряд, и в Одессе в том числе, то вот сейчас уже их не спасет ничего. Вот это меня... Я вас понял. Итак, вы оба кандидаты от национально-демократических сил. Да? Вы за мир, за единую Украину, против войны и негодяев, против коррупции и так далее. Ни один из вас не стоял на Майдане. Объясните, пожалуйста, мне по очереди, почему за вас вообще нужно голосовать? Чем вы лучше своего оппонента? Давайте начнем с вас, Виктор. Ну, то, что не стоял на Майдане в Киеве, да, действительно, меня в Киеве не было. Что я сделал? Вот тут я не соглашусь с Ольгой, что с молчаливого согласия. 21-го числа Янукович был при власти. Я опубликовал официальное свое обращение о выходе из фракции, и вы можете его зайти на мою страничку. Ну, вы понимаете, грубо говоря, все было понятно уже с 19-го числа. Ну, может, вам особо одаренным было понятно 19-го, но на самом деле ничего не было понятно. Если бы так было все хорошо, то в иллюстрации было бы прописано, что люди, которые вышли не до 22-го числа, а до 19-го, не подлежали бы иллюстрации. А есть четкое понимание, когда Янукович сбежал из страны. То есть вы оставались с ним до последнего, я правильно понимаю. Пока он не сбежал из страны, вы оставались членом фракции Патрия Георгова. Нет. Я еще раз повторяю, если вы в датах путаетесь, то я свое заявление озвучил, когда он был в Киеве. Понимаете? Это чуть-чуть разные вещи. И то давление, которое потом было на меня оказано, когда мне пошли звонки, начиная от губернатора и заканчивая по партийной линии, я как бы выдержал и пережил. И не изменил свое решение. Оно, вы можете почитать на фейсбуке, на моей страничке, текст обращения, можете зайти в архивы средств массовой информации. И многие оппозиционеры, которые сегодня прыгают выше головы, почему-то молчали в то время. Просто ждали, чем это все закончится. Я прошу вас вспомнить вопрос. Я сейчас спрашивал все-таки не о вашем выходе из фракции Партии Регионов, а о том, чем вы лучше своего оппонента. А я не говорю, что я лучше. А зачем тогда за вас голосовать? Люди должны определить, за кого лучше голосовать. Я не собираюсь лить грязь на оппонента. Есть моя кандидатура. Я предоставил свою программу. Я осуществляю избирательную кампанию. Я агитирую людей голосовать за меня. Потому что... Почему? Да, потому что я... Верховная Рада — это не театр одного актера. Какая бы у вас была программа, не была программа хорошая, вы все равно должны быть в определенном коллективе. И чтобы этот коллектив смог воплотить вашу программу в жизнь. Потому что, может, Ольге нет опыта в политике, как происходило в Горсовете. Человек, вроде бы, выносит правильное решение, но из-за того, что он находится не в большинстве, принималось решение большинством заблокировать вообще рассмотрение его вопроса. Понимаете? Я правильно понимаю, что вы идете в Верховную Раду цинично поработать в большинстве, подмахивая решение, нет? Нет. Есть программа, которую поддержало население Украины. Вы прекрасно знаете рейтинг президента Украины. Вы прекрасно знаете программу. Вы прекрасно знаете, куда мы будем двигаться и что мы будем делать. Какие реформы мы будем проводить в стране. И я иду в парламент, чтобы поддержать эти реформы, чтобы не получилось, опять же, 2012 года, когда тушки побежали. Вы помните, с какой политической силы побежали тушки и в каком количестве? Вот если точно такое же произойдет сейчас, пройдут какие-то самовыдвиженцы непонятные, то завтра, когда начнется меняться ситуация, она чуть-чуть может начать меняться, потому что у некоторых людей будет разочарование. Они ждут, что реформы завершатся вот сейчас, через месяц, через два. На самом деле так не будет. Это чуть-чуть будет болезненный процесс и более растянутый во времени, чем люди себе представляют. И вот тогда часть людей может начать колебаться. Тогда, опять же, поднимут голову оппозиционные силы, которые сегодня уже вы слышите, что они говорят с экранов. То есть вы хотите пройти в парламент с надеждой на четкое большинство, в котором вы будете работать? Я знаю, что я отдам все силы для того, чтобы модернизировать Украину, привести ее в европейскую семью свободную и никогда не изменю своего решения, которое я принимаю сейчас. Я понял. Ольга Валентиновна, чем вы лучше? Почему избиратели Приморского района должны голосовать за вас? Вы, во-первых, обещали мне про Майдан еще спросить. Я хочу сейчас сказать. Во-первых, это не... Я думаю, что в начале ситуация, которая там складывалась, она складывалась в первую очередь из революционно настроенных мужчин. Воевать — это не совсем женское дело. Женское дело — поддерживать. Поэтому со своей стороны у нас из Одессы ездили волонтеры туда. Мы собирали средства. Мы поддерживали, чем могли ребят. Поэтому я думаю, что мое присутствие там было бы, наверное, ненамного эффективнее, чем мое состояние здесь и поддержка с этой стороны. Чем я лучше? Я вам хочу сказать, что я достаточно сильна в вопросах экономики. Я считаю, что без экономики у нас вообще нету никаких продвижений. Я когда слышу эти популистские обещания кандидатов в депутаты, вы знаете, ну мне озвучиваются вот какие-то перлы, такие поверхностная пудра. Например? Никакими... Ну вот мы зато... Мы отменим пенсионную реформу, мы вернем 55 лет возраст людей. Зачем мы обманываем избирателей? Давайте дальше расскажем, каким образом мы это сделаем. Когда мы собираемся в Евросоюз, где возраст женщины пенсионный 65 лет. И сегодня сделана под натиском Евросоюза, не сегодня, а в 2012 году, реформа, которая очень мягенько, очень мягенько нас приблизила. Да они нам ставили постоянно условия, мы не будем давать в долг денег. Что же вы к нам с умой приезжаете за деньгами и оплачиваете молодым женщинам, 55-летним пенсии? Они еще все работают, а у нас 65 лет, выбирай, либо ты работаешь и не получаешь пенсию, либо ты получаешь пенсию и не работаешь. Вот вы мне скажите, мы что, вы лицет глупых? Это только один. То есть вы, участвуя в выборах, рассказываете избирателям, что отменной пенсионной реформы не будет, и они будут жить только хуже? Я говорю о том, что я, вот те пункты, которые у меня есть в моей программе, я за них отвечаю, и я знаю, как это сделать. Вот поэтому я лучше. Я взяла программу одного оппонента, ну ничего, кроме как, давайте их свернем, а я вам обещаю манну небесную. Ни рычагов, ни цифр, никаких-то конкретных действий. Ну, погодите, вот у меня ваша программа. Она очень похожа на программу «Батьки-сины» вообще. Ну, тут тоже. «Украина переможа», «Перемога громадянского суспільства», «Накладание арештів на рахунки», «Провести реформу», «Відкрыти двери для бизнеса». Я не вижу здесь ни одной цифры. А вы просто программу, если вам несложно, вы можете мою программу, которую я вам подарила сейчас продемонстрировать? Там вот эта программа в тезис, это просто была статья для первой газеты, которая выходила, и меня попросили, чтобы я озвучила самые первые варианты. Да, вот открывайте. Вот это, как вы видите, да? Проблема, решение, и каких мы от этого должны ждать результатов. Ну, хорошо, а почему у вас нету вашей официальной программы, с которой вы идете на выборы? Я не знаю, откуда вы взяли эту программу. Это программа сайта ЦВК, это документ, с которым вы идете на выборы по всем документам. Значит, в ЦВК, который мы давали до 1 октября, я озвучила только направления, в которых я считаю себя... То, что Украина переможет, я думаю, вы тоже так считаете, что Украина в конечном итоге переможет. Поэтому этим закончена моя программа. И мой этот тезис совершенно не идет в разрез, действительно, с Баткевщиной. Что касается реформ, каких конкретно, как провести реформу в армии, это мой взгляд, со ссылкой на цифры. Как провести реформу ЖКХ. Это мой взгляд. Потому что кто-то считает, так кто-то считает, так вот конкретно, к чему это может в ближайшее время провести, потому что промедление смерти подобно. Вот поэтому... Хорошо. Конкретика, это всегда, знаете, это уже практически действие. Я вас понял. Теперь я вас попрошу задать друг другу по одному вопросу с регламентом ответа в три минуты. Но поскольку мы уже работаем по очереди, то первое право задать вопрос получает Виктор Анатольевич. Я могу выступить, да? Можете, пожалуйста. Я прочла вашу биографию. Хочу вам сказать, что вы очень хорошо выглядите на свои 42 года. Но у вас в биографии почему-то вот нету вашего состава, вашего участия в партии региона. Вы стесняетесь этого. Вам стыдно за это. Почему вы такой вот откровенный, положительный человек и вот это вот как бы закрасили? Ну не только что закрасил. На самом деле много чего я не написал, потому что если я просписывал всю свою биографию... Но это важный пункт вашей биографии. Ну в принципе все знают, что я депутат Гурсовета с 2010 года. То есть это моя первая каденция. И действительно начинал я мажоритарщиком, баллотировался от партии регионов. В принципе, наверное, чем-то судьба в этом плане похожа на вас. Как раз сейчас вы тоже вроде бы с бизнеса, идете в политику и почему-то идете от определенной как бы политической силы. Я попросила их поддержки, потому что я беспартийный человек. И я поняла, что мне не справиться даже вот с членами комиссии. Самое интересное, что когда вы первый раз идете в политику, вам вообще непонятно, что там внутри. Вы человек как бы вне этой системы. Поэтому на то время, в 2010 год, если мы вспомним, электоральная поддержка, допустим, партии регионов, симпатии все были, в принципе, к партии регионов, плюс программу, которую я когда изучил, там же евроинтеграция была. Ну да, в программе там все очень гладко. Ну да, то есть все красиво. Ну хорошо, в 2010 году вы поняли, в 2011, в 2012. В 2010, так самое интересное, что мы планомерно же шли вроде бы и шли даже, может быть, даже быстрее, чем при помаранчевой команде. То есть, действительно, продвижение были. И если бы Янукович подписал евроинтеграцию, ассоциацию с Евросоюзом, Ну хорошо, он ее не подписал. Он ее подписал задолго до того, как вы ушли из партии. Почему вы сразу не отреагировали? Вы увидели нарушение. Вот она программа, и вот они конкретные действия. Согласен. Ну, давайте не забывать, что все-таки я не одинокий. У меня четверо детей, у меня как бы бизнес, коллектив трудовой, который, в принципе, был под ударом. Когда уже я понял, что люди способны убивать только за того, чтобы остаться на своем золотом унитазе, вот тогда я уже как бы не выдержал и понял, что если он останется просто в стране, то это уже не место для моей жизни и моих детей. Мне отсюда нужно будет просто уехать. И это уже был как бы такой жест отчаяния. Ну, я решил заявить об этом громко, чтобы люди, ну, не просто выйти там, а люди услышали об этом и задумались хотя бы те люди в партии регионов, которые были рядом со мной. И я знаю, что они тоже думали, как я. Были такое количество людей, потом они тоже... Подождите, у вас до этого было много сигналов. В 2011 году... Ольга, я же повторюсь, мы же близко уже подошли к интеграции. Честно говоря, вот я думаю, что человек... Нет, в 2011, хорошо, вы же все-таки в горсовете. Ольга Валентина, по-моему, ответ уже, в принципе, понятен. То есть, это из серии за меньшее зло, да? Нет, не согласен. Что значит за меньшее зло? Основная цель была евроинтеграция. Согласитесь, если мы евроинтеграции, ассоциацию достигли, у них бы уже не было возможности так воровать, потому что Европа просто уже не давала этой возможности. И не было возможности закручивать гайки в стране. И только отказ от подписания евроинтеграции заставил нас задумываться... В принципе, да. Потому что... А тогда основная цель для меня была евроинтеграция. Ну и в целях самобезопасности. Я верил, что когда-то... Четверо детей... Я вас понял. Теперь ваш очередь задавать вопрос. Даже несколько подряд, судя по всему. Мне, да, если можно, тоже пару вопросов. Первый вопрос. Почему все-таки так получилось, что вы на съезде провозгласили себя как единственного демократического кандидата в 135 округе? Ну, я считаю, что чуть-чуть... На каком съезде? Ну, или что у вас, пресс-конференция там была? Да, пресс-конференция. Считаю, но чуть-чуть не скромно. Потому что никто по нашему округу не заявлял такого. Хотя были на то основания. Как бы мы все скромно себя ведем. Вдруг появляетесь вы и заявляете о том, что я демократический кандидат. Голосуйте за меня. Но у нас вообще выборы. Выборы — это инструмент демократии. По идее, все кандидаты являются демократическими. Значит, я вам скажу, почему. Пресс-конференция произошла утром после последнего дня, когда надо было... Сняться. Или можно было сняться в пользу демократического кандидата. И, собственно говоря, я была инициатором того, чтобы все, кто считает себя демократическим кандидатом, сели за стол переговоров. Я знаю, что и партия «Батькивщина» приглашала. И я с вами хотела увидеться. Я хотела с Рондиным увидеться, с Селяниным. У нас этого не получилось. Ольга. Получились какие-то подковерные договоры, разговоры. И заканчивалось все в конечном итоге угрозами. Если вы не сниметесь, мы объявим, что вы на руку играете Кивалову. И вы знаете, когда я утром пришла на пресс-конференцию, я скажу вам, что я скромность всю свою отмела в сторону. Я поняла, что мужчины настолько грязно играют в эти игры. Вот знаете, надавить на женщину — это вот мужской потерь. Надавить на партию, когда она такое творит, это, извините, у меня дети. А на меня надавить, ну, конечно, ну, что вы теряете? Я понимаю, что такое дети. Если на вас осуществлялось давление, я бы хотел об этом знать. И кто знает о том, что вы хотели с кем-то встретиться? Я у вас, вы попросились в фейсбуке, друзья, Ну, вот даже сегодня все знали, что мы хотим встретиться. Ну, слава богу, что и вы пришли. Да, да. Ну, сегодня, конечно, я пришел. Еще час назад не было ответа, будете ли вы или не будете. Для меня желание — женщины закон вообще. Да? Да. То есть вы захотели встретиться, я пришел. Тогда я вам сейчас озвучу свое желание. Я вас ловлю на слове. Поэтому я и сказала, что если мы говорим о демократических, давайте мы будем рассуждать по кандидатуре каждого. Один человек был в регионах, был в горсовете, сейчас он уже от Порошенко идет вперед. Почему он демократический кандидат? Правомочный вопрос. Хорошо. Как это может быть? Встречный сразу вопрос. Как это может быть? Вы работаете в структуре Тегибко. Да. Я работаю в структуре Тегибко. Скажите, пожалуйста, почему вы демократический кандидат? Если вы работаете в структуре Тегибко, и я вообще считаю, что этот проект захода от Бюта, это для того, чтобы людей чуть-чуть ввести в оману, в заблуждение. То есть вы считаете, что здесь где-то есть еще фигурант Тегибко? Да, конечно. Потому что если бы вы сейчас выступали в роли представителя партии Тегибко и нападали на меня, то было бы понятно, почему это происходит. А так вы мягенько зашли в бюджет. А что у нас в стране есть закон? Если у вас на фабрике, сколько у вас человек на фабрике работает? У меня немного, 50 человек. 50 человек. То есть если один из ваших людей имеет свою политическую позицию, и она не совсем схожа с вашей, значит, вы считаете, что он обязан, вот я знаю, что так считает Кивалов, что все обязаны смотреть с ним, кто у него работает, в одном направлении. Вы тоже так считаете? Вы бы этого человека должны были уволить, или он не имеет права у нас, что есть закон о том, что наша политическая воля изъявления, и место на службе, это обязательно должно быть переплетено в одну косу? Если бы это был один факт, может, ничего не было. А так, знаете, меня терзают смутные сомнения. Сначала от Тегибка не пошли, пошли от Батьки вщины. Потом заявили, что я единый демократический кандидат. То есть вот эти факты, когда они на фабрике один на один, мне как-то вызывают вопросы. Я хочу вот что сказать. Я никогда не была в партии Тегибка. Мало того, я работаю у Сергея Леонидовича как частный предприниматель по внештатному договору о спивпрации. Я внештатный вообще сотрудник. У меня свое ведение частного предпринимательства. Я плачу налоги. И я консультирую людей в области финансов, налоговых льгот и страхования. Никогда в жизни Сергей Леонидович не пытался не надавить меня, чтобы я вошла в его партию, чтобы я лоббировала его интересы. В этом плане никогда мы не пересекались. До сих пор у меня не было с ним никогда ни одного разговора по этому поводу. Я вам хочу сказать, что я вот именно, это, по-моему, единственный маленький прыщик на теле, вот, знаете, биографии, где меня все время стараются... А я хочу вам сказать и поставить пример. Ни один абсолютно руководитель фирмы не имеет права, согласно нашему законодательству, заставлять людей думать так, как он, считать так, как он. Единственное, что я вам правда хочу сказать, что если я попаду в Верховную Раду, я тоже экономист, и я тоже реформатор. И если мы с Тегибко будем в общей комиссии, которая будет отвечать за реформы, я вам хочу сказать, что мы сможем много сделать. Я понял. Суть вашего ответа заключается в том, что с Тегибко вы зарабатываете деньги, с Юлией Владимировной занимаетесь политикой, правильно? Не с Юлией Владимировной я занимаюсь политикой. Я занимаюсь политикой, как человек, имеющий свою собственную позицию. И спасибо Юлии Владимировне и партии Батькевщина, что они помогли мне в этом направлении продвинуться вперед, как демократическому кандидату. Потому что по Приморскому району очень много партий, чтобы только не терять отношения с Киваловым, вообще не выдвинули... Возвращаемся к индивидуальным вопросам. Виктор Анатольевич, вот здесь все-таки очень важный момент. Объясните мне, почему национально-демократические силы так и не смогли договориться на 135 округе и выдвинуть единого кандидата? А вместо этого 47, по-моему, человек, да? Это же ему непостижимо. 47 человек баллотируются на место народного депутата от Приморского района. Почему не договорились? Договориться не можете, не умеете? Смотрите, во-первых, ну как бы это вопрос чуть-чуть не по адресу. Я не участвовал в договоренностях. Вы понимаете, что когда партии договариваются, это на уровне Киева все происходит. То, что я видел вместе с вами, когда в позапрошлую пятницу на канале Шустрлайф Мустафан Аем задал Юлию Владимировичу Тимошенко вопрос. Готовы вы ли вы договариваться? И конкретно даже поднял 135 округ и назвал фамилию главного претендента, господина Кивалова. Спросил, готовы ли вы там договариваться, чтобы он не прошел. Юлия Владимирович сказала, да, случайно. После этого в понедельник звучит заявление Ольги, что она? Единый кандидат. Спрашивается, что имела в виду госпожа Тимошенко? Можно я внесу внимание? Это реплика требует ответа. Да, это реплика требует ответа. Значит, я знаю, что от партии Баткевщина снято по Украине семь мажоритарщиков на тех округах, где действительно был избран единый кандидат. С незапятнанной репутацией, в исключении, с маломальски запятнанной, который действительно идет туда для того, чтобы делать дела, и который... Делать дела, что вы имеете в виду? Хорошие дела. Хорошие дела. Реформы. И повернуть страну в европейском направлении. Семеро. Сколько от партии Порошенко было снято? Трое. Трое было снято. Опять же. Значит, уже говорить о том, что партия Баткевщина никого не слышит, что тут все камикадзе, а вот у Порошенко трое, и они всех слышат, это, извините, вы уже проиграли в два с лишним раза. Договориться у вас не получилось. Был задан вопрос, Юлия Владимировна, по 135 округу. Готовы ли? Кто остается? Остается 40 с лишним человек. Как вы думаете, что может сделать? Как Юлия Владимировна, так и Надежда Петровна, так и... 40 с лишним человек, это единый кандидат, который там остается? Народный фронт снимает свою кандидатуру. Радикальная партия Ляшка сняла свою кандидатуру. И третий кандидат, от кого? Кто-то еще снял. Получается... Кошка, по-моему. Нет, кошка вроде осталась. Кошка осталась, да? Хорошо. Я вас понял. Вы не смогли договориться. Ну, мы, может, это люди, которые в сумме даже в 5% не набирают. Около 4. По 20 секунд на ответ. Коротко. Одно единственное предвыборное обещание, которое вы гарантируете, что будет исполнено. Только одно. Но обязательно будет исполнено, если вы станете народным депутатом. 20 секунд. Мое обещание такое. У меня есть паспорт кандидата. В нем тезисно оформлены все главные направления, с которых, по моему мнению, следует начинать свою работу в парламенте. Я даю слово, что если я стану депутатом Верховного Совета, то поднять вопросы, предложить и участвовать в законопроектах по этим вопросам, я обязуюсь. Ни одного своего избирателя я не подведу. Вот то, что он сегодня читает, то он услышит. Большинство проголосует, не проголосует. Это третий вопрос. Но то, что я буду это лоббировать, это то. 20 секунд ваших теперь. Я не буду заниматься популизмом и говорить, что я буду поднимать какие-то вопросы, которые заведомо не пройдут. Я хочу сказать, что я, как представитель партии блока Петра Порошенко, буду до конца верен реформам, которые намечены. Буду верен программе 2020, то есть до 2020 года президентская программа реформирования страны, всех ее сфер. И буду отдавать все силы и все свои умения, все свои профессиональные навыки для того, чтобы воплотить эту программу в жизнь. Виктор, я хочу в связи с этой вашей... Ольга, Валентин. Я хочу одну реманшу. Такая же реплика к вам. Давайте другую по реплике. Вот вы говорите, я буду отдавать все силы. На этой счастливой ноте мы будем заканчивать нашу программу. В гостях у нас сегодня были Ольга Манохина и Виктор Наумчак. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Оба кандидаты по 135 округу Приморский район Одессы. Спасибо и счастливо.